77 стоит, да? 77795 будет? Это цена еще 14-го, наверное, года. Ну, это точно не помню. Нет, тут ценник меняли. Но пока не продадим ее, новую покупать не будем. Николай не торопится менять ценник. Пока, говорит, есть товар на складе, цифры будут прежними. Придет новая поставка, тогда уже смело можно будет обновлять. Посчитать несложно. Цена увеличится примерно на 10% от уже существующей. Об этом предпринимателе поспешили предупредить поставщики. Так что изменение стоимости, в данном случае электротоваров, вопрос лишь времени. Все подскочит, естественно, подскочит. Уже нас предупредили 10%. Но некоторые наши поставщики сказали, что пока остатки есть, мы остатки будем продавать по старой цене. Рубль вновь лихорадит, хотя не так масштабно, как 4 года назад. Свежие санкции пошатнули позиции отечественной валюты. Сейчас американец завис на отметке в 61 рубль, евро в 76. Это при том, что бивалюты в последние дни потеряли несколько позиций. Скачка цен на продукты, машины и путевки тоже не избежать, говорит финансист Мария Кулагина. Правда, уверяет, что не более чем на 20%. В разы ничего не вырастет, паниковать не стоит. И мы полагаем, что 2018 год, вот этот настоящий кризис, он легче, чем 2014 и 2008. Поэтому повышение существенного не произойдет. Но незначительно увеличится. Примерно этого увеличения стоит ждать от одной недели до двух месяцев. В списках на вырост, опять же, традиционно путевки за границу. Хотя в офисах туристических агентств Барнаула жаттажи не наблюдаются. Те, кто забронировал путевки по старым ценам, велкам за рубеж без каких-либо доплат. Новые продажи туров пока поставлены на паузу. Жители края замерли в ожидании. Что касается новых бронирований, ну практически пока на паузе. То есть если какая-то цена интересная, народ бронируется. Но дальних бронирований на длительный срок, отложенный срок, пока нет. Предположить, как поведет себя валюта в ближайшее время, пока сложно, заявляют эксперты. Добавляют, все будет зависеть от самих санкций. Первый вариант, если российским компаниям реально запретят работать с зарубежными, тогда нового подъема не избежать. Второй, если слова иностранных политиков так и останутся не более чем словами, роста не будет. Но в любом случае, главное, как говорят специалисты, не паниковать. И уж во всяком случае не скупать тоннами бытовую технику, автомобили и продукты питания. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.